Добрый день. Севильник продолжает работать в прямом эфире и в контексте Нагорно-Карабахского конфликта в качестве факторов обсуждаются две страны. Помимо воинствующих сторон обсуждаются две страны. Это первая Турция, вторая Израиль. Турция, если активно вовлечена по сообщению как разведки, так и других стран мира, если активно Турция вовлечена в процесс Нагорно-Карабахского конфликта и войну, Израиль здесь вовлечена в качестве страны, которая предоставляет оружие или продает оружие одной из сторон конфликта. О политике Израиля в регионе, о том, какие интересы Израиль имеет в этом регионе, мы поговорим с Сергеем Маконяным, сотрудник отдела изучения Израиля Института Востоковения Российской Академии Наук. Добрый день. Здравствуйте. Сергей, частыми, когда говорим про Израиль, мы имеем в виду, что Азербайджан закупает у Израиля достаточно большое количество вооружений. Если я не ошибаюсь, порядка 40% вооружения Азербайджан закупает у Израиля. Но в целом, какие помимо оружия или в основном это оружие, какие интересы Израиль имеет здесь в регионе, почему Израиль интересует Южный Кавказ, Карабахский конфликт в том числе, в плане вооружений или не только? Спасибо. На самом деле, Азербайджан на протяжении последних лет стабильно занимал третье место среди импортеров израильского вооружения после Индии и Вьетнама. Израилю, естественно, регион интересен в основном с точки зрения Ирана. И когда мы говорим про продажу оружия, мы говорим, в первую очередь, не о его количестве, а о его качестве, именно с этой точки зрения появляются проблемы у армянской и у карабахской страны. Что вы имеете в виду? Современное вооружение, в первую очередь, это ударные беспилотники, беспилотники камикадзе, систему управления, которую они используют и так далее. А с точки зрения Азербайджан интересен в Израиле также, с точки зрения энергоресурсов, то есть на протяжении некоторых лет огромная часть импорта израильской энергетики поступала из Азербайджана. А третий компонент, почему, помимо рынка вооружения энергетики, Азербайджан интересен в Израиле, с точки зрения Ирана. В глубоком, глобальном контексте Израиль показывает, что, видите, с нашей стороны нет никаких проблем в выстраивании позитивных отношений с мусульманской, в частности, шиитской страной. А вот, так что, с точки зрения Ирана, проблема в них, а не в нас. И поэтому, собственно говоря, Азербайджан считается израильским стратегическим партнером в регионе. Ну и огромное количество сообщений есть в израильской прессе о том, как израильские службы используют территорию Азербайджана для наблюдения за Ираном. Те документы, которые МОСАДу удалось украсть, скажем, с иранской территории, опять же, по информации израильских специалистов в их прессе, вся операция проходила с территории Азербайджана. То есть, как плацдарм для наблюдения и подготовки в случае часа X в отношении Ирана, Азербайджан представляет огромный интерес. Хорошо, ясно. Какие сейчас обсуждения идут в израильской прессе, в израильских политических кругах по части Единогорно-Карбахского конфликта? Как они это все воспринимают? Для них это, опять-таки, рынок продажи оружия, или они видят в этом что-то другое тоже? Надо отделять израильское правительство и бизнес круги от общественности. На протяжении первых двух дней, когда мы с коллегами видели, как в действительности военно-транспортные самолеты из Увды базовые, из израильских, вылетают с территории Турции, потом Грузии, приземляются в Азербайджане. В общем, израильская пресса, общественность на это не обращала внимания, потому что у них своя серьезная повестка, это карантин связан с коронавирусом, и все вокруг этого сейчас вертится. А потом, когда пошла волна недовольства со стороны общественности, со стороны израильского экспертного сообщества, тогда этот вопрос уже начали придавать огласки. Некоторые депутаты КНЕСЭТа и политики, бывшие в том числе, начали активно создавать и развивать этот дискурс в израильском общественном и политическом пространстве. И, как мы помним, президент Армен Саркисян созванивался со своим коллегой Ревеном Ривлиным. На повестке, в первую очередь, был этот вопрос. Израильский президент пообещал, что в течение некоторых дней поставки прекратятся. Насколько реалистичны эти обещания? Потому что речь идет о миллиардах долларов, о контрактах, которые, наверное, заключены. Как может президент их прикрыть, так сказать, эти контракты или временно заморозить? Есть ли такая возможность? В действительности, в Израиле президент не может повлиять на такие процессы. Да, там премьер-министр влияет. По большей части, плюс есть там другая страна. Когда он сказал о том, что поставки, возможно, прекратятся в ближайшие дни, здесь есть два момента. Первое. Почувствовалось давление в общественности недовольством тем, что Израиль оказался в одном ряду с Турцией, где Эрдаган пару дней назад обещал захватить Иерусалим, наемниками из Сирии и Ливии, которые представляют угрозу безопасности, в том числе Израиль, и сам Израиль. То есть они не были довольны, мягко говоря, оказаться в этой среде. А второй, наверное, наиболее реалистичный сценарий, Израиль банально к этому моменту уже выполнит определенный этап или полностью исполнит все свои обязательства по поставке вооружений. То есть надо понимать, как израильтяне смотрят на эту сторону. То есть Азербайджан, наш стратегический партнер, зарекомендовал себя как, собственно говоря, надежная сторона в плане закупки, в свое время наплаты и так далее. Поэтому мы не можем их условно подставлять в такой момент. То есть с этой точки зрения надо смотреть с бизнеса. Да, потому что ударные беспилотники и ударные дроны, которые сейчас используются в театре военных действий, они оказывают один из самых смертоносных видов вооружений. Они оказывают очень большое влияние на театр военных действий. В этом плане здесь достаточно болезненно воспринимается это все. Смотрите, в Израиле есть армянское общение. Сейчас по всему миру, во многих странах мира, в мегаполисах, армянское общение выходит на протесты, выступают, делают какие-то заявления, привлекают внимание прессы на ситуацию в зоне Нагорно-Карбатского конфликта. Какую-то активность проявляют. В этом плане что делает армянская община Израиля? Каков вообще ее потенциал, этой общины? Сможет ли она на что-то влиять там? Как вы сказали, по всему миру сейчас вот эта волна проходит. Она не оставила страну Израиль. Армянская община Израиля, она также выходит на митинги, она также давит на прессу, на лидеров общественных мнений. Именно после этого, буквально на третий-четвертый день войны, потому что, по-моему, вторник или среда была, начались публикации. И помимо социальных сетей, я имею в виду прессу ивритоязычную. И вот эта информация начала распространяться, потому что банальные, обычные израильтяне не имеют представления об этой ситуации. Когда до них дошло это, волна начала расширяться. Сейчас огромное количество публикаций в ивритоязычной прессе, в израильском сегменте социальных сетей и так далее. Когда мы говорим про потенциал, его надо, наверное, как-то в сравнении рассматривать. Говорить о том, что у маленькой армянской общины Израиля есть потенциал на то, чтобы повлиять на процесс принятия решений, конечно, это было бы просто громким словом. Действительно, такого потенциала сейчас у армянской общины нету, ввиду ограниченности ресурсов и ввиду их, в принципе, малочисленности. Однако симпатии экспертного сообщества израильского и большей части израильской общественности, которая не подвергнута вот этой пропаганде, она, естественно, на армянской стороне, как минимум со знака солидарности, потому что они понимают, что и президент об этом говорил, и премьер, что в Армении воспринимают агрессивные действия Турции, как систематичное продолжение политики геноцида, которая была начата более ста лет назад. И с точки зрения этой солидарности израильская общественность, она понимает, что она больше армянской стороны. Еще здесь идет речь о террористах тоже, которые перебрасываются из Ближнего Востока, это тоже болезненная тема для Израиля. Армения недавно буквально установила дипломатические отношения, это в том плане, что там было открыто армянское посольство, посольство Армении в Израиле, то есть обеспечивало свое физическое присутствие в Израиле в виде дип-представительства и послало туда посла. После этого достаточно резко отреагировал Иран, ну никак не... Все это опять-таки познается в сравнении, что означает резко и не резко в случае Ирана, но была определенная реакция, Армения пыталась купировать эту реакцию, как-то отреагировать на него, но после вот этих военных действий, когда опять-таки были применены ударные дроны, Армения отозвала своего посла из Израиля. Это правильный шаг вообще, этот протест такой, да? Оно на что-то влияет, этот протест? Оно на что-то влияет? Или нужно было по-другому работать с Израилем? Мы понимаем Израиль в целом, как с ними работать, что делать? Так, наверное, начну с конца, как вы врите. Я не знаю, насколько в Армении понимают, что такое Израиль и как с ним правильно работать, но тот шаг, что посольство необходимо было открывать, необходимо было обеспечивать дипломатическую миссию, которая будет заниматься в том числе работой на военном направлении, на гуманитарном и так далее. Это было архиважно с той точки зрения, что Израиль действительно стал одним из факторов безопасности на Южном Кавказе. То есть применение высокотехнологичного вооружения, оно переводит войну уже в новое поколение. Мы не способны без наличия вот этого инструментария этому противостоять. Как я уже отмечал, в израильской прессе довольно холодно, наверное, отреагировали, наверное, даже никак не осветили события, что Армения, которая граничит с Ираном, пошла на такой шаг, как открытие посольства в Тель-Авиве. Наверное, в связи с двух факторами. Первый, что посольство открылось в Тель-Авиве, а не в Иерусалиме. Как сейчас модно делать, да. Потому что спустя пару дней, как Армения открыла посольство Тель-Авиве, два-три дня спустя Гондурас заявил о том, что мы планируем открыть посольство в Иерусалиме. И эта информация была везде, в том числе на официальных страницах премьер-министра и так далее. В общем, израильская пресса обошла эту страну. Что касается иранской реакции, я бы не сказал, что она была жесткая, потому что жесткая иранская реакция, наверное, в другом она проявляется. Они не могли бы сделать такой демонстративный шаг. И точно так же мы не могли сделать этот демонстративный шаг, армянская страна, не отозвав посла. То есть это так или иначе... То есть это жест такой. Конечно. Конечно, посол, он и так находился в Ереване. А когда уже пришла информация, что не первая партия во время войны из Израиля приземляется в Баку, после этого было принято решение, что необходимость отозвать посла. Смотрите, часто, когда задаются вопросом о том, почему Армения закупает вот такие виды вооружений, или почему Армения, так сказать, смотрит на Израиль в этом плане достаточно, так сказать, недружно, недружелюбно в том плане, что Израиль продает Азербайджану такие виды вооружений. Израильцы, они говорят часто, и тамошние эксперты говорят, ну нет проблем, Израиль может продать такие виды вооружений и вам, если вы хотите. То есть Израиль действительно может продать и другой стороне конфликта такие виды вооружений, или же она как бы имеет определенные обязательства перед Азербайджаном в плане контрактов, чтобы не продавать аналогичные виды вооружений Армении? На самом деле интересный вопрос. Я не думаю, что есть какие-то обязательства у Израиля перед Азербайджаном. То есть тут вопрос денег. Если у армянской страны есть достаточное количество средств, чтобы могли себе позволить приобрести высокотехнологическое вооружение, мне кажется, Израиль продаст. А это очень дорого. Ну, в целом, да, конечно. Есть, могут быть, точнее, два сдерживающих фактора с израильской стороны. Первое, что Армения входит в ОДКБ и является союзником. То есть у нас в Армении почти все вооружение российского производства или постсоветского, скажем так. И тут немножко возможно изменение конфигурации. Во-вторых, это иранский фактор. То есть я не знаю, насколько у израильской страны есть такие гарантии, что технологии, либо совместные учения с применением вот этого вооружения не будут проведены в рамках ОДКБ или в сотрудничестве с Ираном. То есть в этом контексте Азербайджан себя зарекомендовал как надежный партнер. Армения пока не является партнером и никаких гарантий пока этому нет. Но если будут деньги, они подадут. То есть не факт, что эти технологии окажутся в руках Ирана в понимании Израиля. Конечно, то есть такая угроза есть, скажем так. Потому что после 2016 года, я помню, после апрельской войны, когда армянские ВС сбили определенное количество израильских беспилотников, говорилось о том, что Армения может передать, ну на экспертном уровне говорилось, что Армения может передать эти технологии и совместно с Ираном изучить эти технологии. Ну вот это один из сигналов как раз. С ОДКБ, по линии ОДКБ, конечно, там работа с российским управлением довольно более плотная с военной точки зрения. Поэтому, опять же, у израильтян нет гарантии, что вот эти технологии могут начинать перетекать. И последний вопрос. Часто, когда говорим о самих себя, мне армяне, часто любим сравнивать себя с евреем, с Израилем. Вот они тоже там находятся среди враждебно настроенных государств, достигли определенного успеха, имеют такого союзника как США, получают поддержку, помощь и так далее и тому подобное, но до неузнаваемости развивали там свои технологии, даже сельское хозяйство, хотя территориально они два раза уступают Армении и так далее и тому подобное. И говорится о том, что вот армяне тоже там умный народ, почему бы так не делать, почему бы по израильскому пути не идти и так далее. Но другая часть, конечно, армян говорит, что сингапурский путь, конечно, красивый, хороший и так далее. Как вы думаете, насколько мы как государство, как нации сравнимы в плане потенциала, в плане того, что мы имеем такой же потенциал и так далее? Несколько такой бытовой вопрос, но он очень крутится везде и об этом часто говорят. Ваше мнение. На самом деле я не понимаю, почему есть дискурс о том, что Армения может стать Сингапуром. У нас тут соседи диктатура в Турции, авторитарный режим в Азербайджане и претендентное региональное лидерство в лице Ирана. И построить такой оазис на стыке трех империй бывших представляется, наверное, маловероятным. С точки зрения потенциала, конечно, он огромен у армянской страны, но единственная вещь, в чем отличается, помимо всех сходств исторических, географических и так далее, евреи поняли одну принципиально важную вещь. Единственное место на земле, где они могут чувствовать себя в безопасности, это их государство. То есть, несмотря на то, что у них есть серьезная диаспора в России, США, в Латинской Америке, в других странах, они понимают, что несмотря на обстрелы из газа, несмотря на угрозу севера, северо-востока, единственное место, где могут гарантировать их безопасность, где нет антисемитизма, никто ночью тебя не подкараулит где-то и так далее, ты можешь чувствовать и жить спокойно, и гордиться тем, что ты еврей. Это твое государство, и все силы направлены на создание развития государства. У армян в диаспоре, пока что, на мой взгляд, это субъективная точка зрения, до этого понимания мы не дошли, что единственное место, где мы должны аккумулировать наш человеческий, а главное интеллектуальный капитал, это государство, республика Армения и республика Арцах. А что делает тамошнее государство для этого, для аккумуляции этого потенциала? Что они делаются здесь, в этом плане? В Израиле огромное количество программ по репатриации, профессиональной, стратегической и так далее, то есть многоуровневые, то есть это все, в общем, проводится исследование на эту тему, и потом эти проекты реализуются. В Армении пока вот... То есть все эти проекты базируются на исследованиях? Да, конечно, то есть это не призывы, что приезжайте здесь, хорошо, это так не работает. Есть серьезные исследования, то есть вы планируете развивать здесь медицину, то есть вам нужны врачи вот этой квалификации. Какие условия вы можете предложить, как вы их будете подготавливать здесь с точки зрения языка, абсорбции. То есть у нас же в Армении называлось Министерство диаспоры, в Израиле оно называется Министерство репатриации и абсорбции, то есть интеграции. То есть как ты планируешь профессионалов интегрировать в эту среду? Один приехал из Чили, другой там приехал из Камчатки. Как ты это сделаешь? Для этого нужно исследование. Да, спасибо большое за интересный интервью. С нами был Сергей Милканян, сотрудник отдела изучения Израиля, Института Востоковедения, Российская Академия Наук. Оставайтесь в Севильнет.